наверное самым оптимальным вариантом особенно для начала является набор из 12 цветов из 12 отдельных кювет которые вы соберете сами плюс-минус могут отличаться оттенки обязательно чтобы были несколько зеленых красивых розовый обязательно потому что в стандартных наборах кроме 36 цветов розовый нигде нет ни розового не розового хинокридона никаких розовых оттенков такой набор будет стоить в районе 1200 1300 может чуть подешевле в каких-то магазинах второй вариант моем списке это набор из 36 цветов стоит в районе 3300 3200 примерно так конечно здесь уже палитра пошире но и первого набора вполне может быть достаточно потом можно просто докупить отдельно пустую коробочку из 12 цветов и будет у вас несколько коробочек очень удобно что они маленькие куда вы будете собирать понравившиеся оттенки наборе из 36 цветов есть окись хрома оливковая которыми я очень часто пользуюсь розовый хинокридон перед началом работы я рекомендую все красочки вот таким образом подписать это на двойной скотч потому что когда у вас коллекция будет пополняться их легко можно перепутать и коричневые оттенки точно тяжело будет потом понять где какая и и обязательно делаем выкраску чтобы было видно где какой цвет у вас лежит вот здесь видите совершенно непонятно какой оттенок вы должны знать где у вас сепия где марс коричневый не ум броженую вот здесь я красочку дополняла из кюветы у меня закончился розовый хинокридон и я выдавила из тюбика краски в тюбиках точно такие же но не нашем случае нужны только для того чтобы заполнить квета ими они застынут и будут такие же краски а каждый раз выдавливать из тюбика краски себе на палитру это не очень удобно занимает много времени и тратится много краски а так точно такие же краски абсолютно моя домашняя палитра состоит из 48 оттенков и плюс у меня еще есть коробочка с дополнительными цветами которые вам уже показывала здесь алая бордо роза но и это еще не все акварельных красок много не бывает как выяснилось но это палитра тоже для меня не без недостатков здесь есть тоже оттенки зеленая светлая желто зеленая изумрудная вот эти зеленые которые я вообще не использую только если в смеси с синими оттенками сами по себе они жутко неестественные и нам не понадобятся лучше бы здесь были какие-то естественные оттенки например земля зеленая плюс во всех этих больших наборах очень много коричневых оттенков которые хороши наверное по осени их тоже можно распробовать но чаще всего я пользуюсь сепии воронежской черный и может быть какой-то светлый коричневый и на этом все сам по себе набор 24 цвета нравится мне меньше всего здесь много оттенков которые нам редко нужны из нескольких коричневых можно обойтись вот эти зеленые не люблю никогда не использую это тоже крайне редко синих много и практически нет нужных вот вот это это уже дополнение которое я докладывала девочкам на курсы окись хрома розовый хинокридон и белая она крайне редко нужно без нее можно обойтись но я бы сюда еще оливковую обязательно положила то же самое мы делаем если у вас санет вполне себе рабочие краски точно также укладываете в коробочку у санета нет пластиковой коробки не идут в картоне и к санету докупаете точно также розовый хинокридон окись хрома оливковую зеленые принципиально важно к санету докупить потому что там оттенки очень искаженные отличаются от белых ночей оттенки Продолжение следует...